Всем алоха, ребятохи, с вами, как обычно, Ретоха, и вы на канале Сборище импрессионистов. Возможно, вы уже видели наше видео про Джоша, но каким-то непонятным образом видео теперь не работает на канале, и мы решили сделать его заново, по-новому, по-другому рассмотрев персонажа. Не будем больше тянуть, и начинаем. Короче, теперь мы оттянемся, как порно-звезды! Джош является главным антагонистом игры, жертвой психологических проблем и человеком, которому никто не мог помочь, как бы они ни пытались. В одну трагическую ночь на вечеринке друзья решили разыграть Ханну, оставив ей записку, которую замечает Бет. Не успев все предотвратить, она находит друзей уже после произошедшего, и в попытках спастись от странного существа Ханна и Бет падают со скалы, пропав без везде. И спустя год Джош снова приглашает всех друзей на тусу, в том же загородном доме. Прежде всего, Джош показан в игре любящим, вдумчивым и немного комплексующим парнем. Кстати, самые высокие показатели у него – это веселье, доброта и любопытство. Так что же пошло не так? Почему такой добрый парень дошел до того, что устроил своим друзьям аттракцион ужасов? Прежде всего, стоит вспомнить происшествие в школе, которое произошло еще, когда ему было всего лишь 11 лет. После этого он стал регулярно посещать психолога. Ему начали выписывать антидепрессанты. В общем, он пытался вылечиться на протяжении 9 лет. И после пропажи сестер его депрессия только начала усиливаться. Тогда он стал еще чаще посещать психолога, пить больше антидепрессантов. Затем же ему посоветовали электросудорожную терапию. Но даже спустя такого длительного лечения его психологическое состояние только продолжало ухудшаться, что привело к его ужасной мести над друзьями. И если такое длительное посещение, большого количества психотерапевтов и очень долгое лечение не смогли ему помочь, то все же стоит спросить, действительно ли Джош страдает депрессией. А что если все это время врачи выписывали ему лекарства не от той болезни? Все правильно. На самом деле Джош страдает шизофренией. В течение тех 9 лет лечения после инцидента в школе он посещал разных психотерапевтов. И ни разу лечение не помогло ему полностью. В 10 главе он видит своих сестер, то есть он страдает от галлюцинаций. И все это время он винил себя в их смерти, несмотря на то, что был в состоянии полного алкогольного опьянения и не мог им помочь. Доктор Хилл, которого мы видим на протяжении всей игры, является настоящим психотерапевтом Джоша. А видение основано на его реальных визитах к доктору. Джош убежден в том, что все эти пытки, которые он строил друзьям, всего лишь шутка. И не считает, что это как-то социально неправильно. Расставив везде камеры, он снимал все действия, уверяя друзей, что они прославятся. Даже Сэм в момент, когда Джош раскрывает свою личность, говорит, что это такой большой крик о помощи. Кстати, стоит отметить, что роль убийцы не его вторая личность. Если Сэм сумеет убежать от погони Джоша, то можно будет найти запись, где он репетирует свою речь в роли убийцы. И вернемся к тому моменту, где он раскрывает свою личность. В свою защиту Джош говорит, что никто ведь не пострадал, у него не было желания физически им навредить, только напугать. И это на самом деле правда. Пули в пистолетах были ненастоящими. Пилы останавливались прямо перед достижением цели. Всю игру персонажи умирали от Линдига, или же от рук друг друга. Это они являются настоящими убийцами. Сначала, благодаря их глупому пранку, погибли Хана и Бет. Затем же, при определенных событиях, Эшли может оставить Криса на смерть Виндига. Майк способен застрелить Эмили. У всех из персонажей была возможность убить другого человека, кроме Джессики, и как раз таки Джоша. Это, конечно, его не оправдывает от всего произошедшего. Но стоит ли его винить? Мы считаем, что нет. Из-за отсутствия надлежащей помощи от специалистов и простой дружеской поддержки, его болезнь только прогрессировала. И уже совсем достигнув дна, он построил этот чудовищный аттракцион мести для всех людей, кто был в турковую ночь год назад. Он считал, что друзьям плевать на него и его страдания. На одном испытании жертвы он выставил в себя, дабы проверить дружбу между ним и Крисом. И что же мы имеем в итоге? Джош – это парень, который напрямую ни в чем не виноват. Все окружающие люди допустили такой исход событий, пусть и не специально. Доктора не выяснили истинную его болезнь. Друзья не поддерживали его так хорошо, как нужно было. И в итоге только Джошу не удается выбраться и спастись. И даже в конце, если найти достаточно улик, Джош распознает Ханну в виде Виндиго. И не поверит своим глазам, потому что будет считать, что все это – те же фантазии. Продолжение следует...